Всем привет! Давайте еще немножко рассмотрим один вариант, что можно сделать в The Brush. Давайте будем делать сегодня колесо на машину. Мало ли, для игрушки какой-нибудь пригодится. Так, что мы делаем? Мы открываем цилиндр опять же. Вытягиваем его, жмем Edit, следом заходим в Initializer, ставим боком и смотрим. Вот делаем где-то вот такую толщину. Следом делаем пустоту. Где-то вот так, я думаю, достаточно будет. Это будет у нас диск. Давайте теперь сделаем Make Polymesh и добавим ему дивайдов. Так, все это дело мы добавили. Не бойтесь добавлять больше, потому что колесо просто не получается. Вот даже вот эта сетка, можно еще больше прибавить чуть. Вот как раз 131, можно до миллиона доходить, а потом понизить пиксели, или как там называется, разрешение. Теперь, что мы делаем. Теперь открываем кисть. Так, планер. Это будет Z, по-моему. Сейчас. П открываем, открываем этот планер. Берем, открываем браш, нажимаем вот эту вот кнопку, Depth. И чуть-чуть уменьшаем глубину нашей кисти. Теперь уменьшаем тут полоском Draft Size. И что делаем? Теперь, сейчас чуть-чуть прибавим. Ставим теперь трансформацию. Заходим в симметрию. Жмем Z, Radial. Отключаем. Вот такая фишка у нас получается. И давайте прибавим радикалов. Вот так вот. Ну, 31, думаю, даст так. Уменьшим интенсивность. Тут уменьшим. Попробуем убрать так. О, уже у нас лучше. Вот так уже у нас получается. Все гладенько. Следом, что мы делаем? Жмем Ctrl. И выделяем вот эту кромку. Вот так он прогоняет. Вот у нас тут есть еще тень. Значит, еще можно прибавить. Давайте еще отключим выделение. И добавим еще Divider. Вот так. Даже еще можно прибавить. Вот, 2 миллиона будет нормально пока. Потом уменьшим. И вот так вот выделяем вот эту кромку нашу. Сейчас она ее прогонит. Кстати, ZBrush 7, это вот вторая ZBrush. А 7 у меня не получилось сделать так мягко. Вот так выделение у нас прошло. Вот теперь что нам нужно сделать? Вот от этой штукенции вот так мы уводим вглубь. и вот эту часть уменьшаем. Вот так вот. Вот это будет у нас диск. вот так он будет у нас выглядеть. И вот здесь мы еще немножко его подправим. Вот такой он у нас стал. Можно еще немножко здесь выровнять. и вот тут чуть-чуть еще углубить. Вот такой у нас диск получается. Чуть-чуть кромку уберем сбоку. Вот. Выравниваем. И давайте теперь выделим вот эту часть тоже. Вот так мы ее выделяем. теперь давайте углубим диск наш вот таким образом. еще немножко можем вот так и оп все получился. Давайте теперь весь его выделим. И теперь давайте уменьшим Drive Size нажмем Ctrl Alt и вот так вот снимем выделение немножко сделаем поровнее чтобы не было потом изломов так давайте посмотрим как он тут отпечатался. Ну в принципе все хорошо. Теперь что мы делаем заходим в деформацию деформацию вот этот вот Size и сейчас ставим ровно и вот так вот уменьшаем. Вот это у нас будет диск на колесо. Снимаем выделение так теперь давайте зайдем опять же в Subtools и сделаем Dynamase делаем Dynamase вот такая сетка у нас получается теперь давайте мы выделим опять же и теперь нам нужно сделать отверстие вот здесь заходим в трансформацию уменьшаем радиалы давайте где-то 8 поставим и зайдем в Brush и выберем где он у нас цилиндр Insert Cylinder теперь поставим чуть боком вот так вот и наведем на нее и Alt зажмем теперь давайте нажмем Alt и вытянем как в прошлом видео я объяснял как все это делается наши цилиндры теперь давайте зайдем в Move включим вот так их ровненько вытянем сделаем сделаем ротацию вот так чуть развернем вот так вот и теперь надо их вглубь посадить давайте теперь вот так вот вытянем вот так вот их увеличим в размере и посадим глубже вот так вот 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 так они тут оказались что теперь делаем переходим на Draft и жмем два раза снимаем выделение с нашей модели получается вот такой у нас диск гайки мы добавим в седьмом уже ZBrush я покажу попозже ну на этом пока все доделаем колесо в следующем видео сделаем покрышку все всем до свидания пока